Поехали мы все-таки в Бортавару. Наша первая остановка на Гирвасе. Это, видимо, озеро Турильевичка Гирвас. В общем, мы от Гирваса повернулись в сторону Юста озера. И вот нашли такое плохое место. Место хорошее, даже есть столики. Только спуск, но уж очень крутой плаги. Вот такая красота. Ну вот, перекусили. Чувствуем себя много лучше. А то, что с голоду помирали. 500 километров без остановок. Только на заправке. Ну чё ж. Вот такой грейтер, около 100 километров, идет от поворота на... В общем, грубо говоря, это поворот на Юста с озера, от дороги, которая мимо Гирваса. Поворачиваем и такой грейтер. Скорость, на самом деле, 50-60. Никак не больше. Здесь только еще 92 километра. Ну вот, только что проехали указатель Парас озера 15. Нам на него. Дальше от Парас озера поедем таким молотом. Дорога вот такой грейтер. Не знаю. Кто-то пишет в интернете, что здесь ездит 90. Не знаю. Машину угробишь куда более низкой скорости. Говоря о том, что ее вынести можно. В общем, хорошая скорость. Не знаю. 50-60. Что-то типа того. Понятно, что в пикрах можно разгоняться больше. Среднее 50-60. На подъездах к Парас озеру неожиданно вынырнул асфальт из-под песка. Вот оно и наше Парас озеро. Сейчас будем выезжать из него на Гемола. Асфальт, конечно, появился, но средняя скорость возросла. 60 км в час. Ну, в 70 самолетах. Вот оно. Гемола 31. Суа Ярви 30. Гемола направо. Ну что? Поехали в Гемола направо. Такая поворотка как парас озеро. Ну что ж, понятно. 31 км с рейдером. А дальше ждет вообще. Ладно. Видим, что будет дальше. Ну вот она и отворотка на вот товару. Вот оно. Вот товара. Карьер Ушкальский. Ну, сейчас поставим GoPro и заснимем эту дорогу. Насколько она ужасна. Субтитры сделал DimaTorzok. Горитòn. Дисклей. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Везде висят надписи с телефонами проводник, но вот товара и все такое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это машина, которая ездила на товару. Это, похоже, еще одна. И это еще одна. Еще тут много машин. Ну, ладно, мы будем надеяться на лучшее. Мы выехали в 12 часов дня. На самом деле, на самом деле, именно выехали уже не вышли из дома, взяли и поехали. То есть выехали из города в 12 часов дня. Сейчас 8 часов вечера. Вот примерно так мы добрались. Си и сохрани. Ну, спаси и сохрани. Ладно. Поезжаем в сторону товара. Усталось где-то 30 километров до самой горы. Ну вот, отворот на карьер и на товару. Нам на вот товарах даже поставили указатель. Видимо, настолько достали приезжие, что решили вопнуть указатель. Вот она, южная отворотка на вот товарах. Дорога резко ухудшилась и уменьшилась. Переводилась в лесную. Но пока еще вполне себе прекрасно и пройдешь. Посмотрим, что будет дальше. Да, остановились и нашли. Вот такое вот. И это конец июня, начало июля. Классовики. Вот, дорожка, конечно, блин. Заявлено, что тут типа может проехать легковушка. Ну, с очень высоким клиренсом может. То есть, как бы, проблема не в проходимости, а в клиренсе. За счет бревна, камней. Ехать сложно. С дороги торчит много бревен. Но бревна-то ладно. Вот камни. Кому цепляться элементарно. Глубокие ямы и овраги. Даже я цепляюсь на X-Trail бампером. Задним. Ну, в принципе, можно проехать на легковушке. Потому что, как бы, ничего такого особо страшного нет. Только медленно, аккуратно. Может быть, что-то подкладывая глубокие. Какие-то совсем канавки. Чтобы бамперами цеплять. Но, конечно, дорога не айси. Но это еще только начало. Посмотрим, что будет дальше. Ты его заснял? Конечно, заснял. Наш грибок. Смотрим дальше. А вот оно, болото. Бывшее. Как я понимаю, орнодо. Да, камушки на дне, кстати, тут нехорошие. Так, с разгона, если форсировать эту лужу, то... Вылететь-то можно на ура. Да. Надо это иметь в виду. Ну, посмотрим, что будет дальше. Будут все-таки броды летом или нет. Скорее всего, про эти лужи, наверное, глубоко. Да, ну что ж. Вот у нас все-таки первая лужа. То, видимо, было не бродом. Ну что ж. Будем сейчас ее штурмовать. Продолжение следует... ну вот глушитель начал немножко отвалится где-то я зацепил таки вот мы преодолели две лужи типа то место которое отмечено как дорога они с дороги для легковушки видимо все боятся вот этих луж конечно глубокий ну что ж посмотрим что будет дальше основные две лужины мы преодолели говорят что их по-моему три все-таки и будет еще мосты не очень приятные такие которые надо преодолевать ну вот она наша третья лужа самая глубокая вроде как сейчас тоже будем ее штурмовать и какая фигня вещь взорвался лужу мы преодолели но по дороге мы чуть-чуть погнули глушитель что есть то есть а доедем дальше обраду преодолели глушитель чуть-чуть где-то погнули слегка поделать сидим потом разгребаться как у меня штукенция вполне себе лужа ну вроде после третьей лужи что должно быть проезжая ну да должны быть мосты стрёмные еще но как бы это все после этого не все ты мостик 1 ну вы действительно отремонтировали а вот и еще один мостик вроде подавленный вроде выглядит нормально какая красивая прозрачная вода красота выезжайте без всяких проблем о сколько погибших праздник погибших номеров кто сюда не доехал да божок языческий культ это называется то что мы все проехали а выйдем посмотрим поближе ленточки 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 вот мы решили поехать налево чтобы подняться то есть с левой стороны гору объехать по левой тропинке чтобы подняться и обнаружили вот такой знак вот с левой стороны вроде более крутой подъем на голову с правой как бы менее можно объехать с другой стороны и там будет более просто на нее подняться но мы просто ты не ищем на самом деле попробуем подняться с этой стороны походить с этой стороны а завтра еще проехать в смысле мы завтра погуляем целый день по горе вот товара наверху да вот а вечером проедем вот как раз таки с правой стороны заезд посмотрим что там что как интересно это вот родник тоже помечен этими знаками в общем типа сказано что родник разумеется там супер заряженной энергией вот всяким таким ну и просят чтобы не мусс что в общем то вполне себе разумный правильный ладно наберем водички целебного родники с горы вот товара да вот он родник вот он и сток а вот она вот товара гора так что да родник действительно бьющий там таки с горы вот товара ну вот добрались поставили лагерь уже ближе к одиннадцати ну добрались на самом деле в районе знаю десяти в общем грубо говоря от гимола до сюда ехать полтора часа эти 30 километров так как дорога конечно ну очень не клевая вот очень много мушкары очень много слепней мы облились всякими штуками они все равно ухитряются нас ждать через всякие незащищенные места потому развели вот такой кострище с дымом в голове хай у хоть как-то вот отпустила от этих тварей вот стоянок много встречали мужичка который пытается выучиться на шамана вот его собственному выражению может даже завтра вместе пойдем на гору от товара он обещал кучу интересных мест показать сейчас уже поздно будем готовить еду себе но и на костре у нас есть газ так что не будем париться да да и через маленькую дырочку лежит татку чтобы не напустить этих мерских тварей что если их напустить то будет вообще полная жопа вот ну костер кажется у нас надолго по крайней мере думаю что это надолго не может не радовать задненько теперь будем есть закипает наши закипает наш рис говорю я будем его жрать поставили сниматься тут таймлапс на костер интересно что получится никогда не пробовал вот увидим что будет в итоге и и и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok